Посланник Аллаха, саллиллаху алиу ассалям, всегда задумывался о том, как бы привести на истинный путь неверующего, как донести до них истину о религии Всевышнего Аллаха. Только благодаря пророку Мухаммаду, саллиллаху алиу ассалям, Всевышний Аллах не обошелся с неверными нашего времени так, как обошелся с неверными времен других пророков. Когда пророку, саллиллаху алиу ассалям, предложили просить Аллаха о проклятии неверным его врагам, он отвечал, «Я послан как милость для народа, и не как проклинающий их». Во время священной войны у горы Ухуд, пророк, саляллаху али-салям, был истерзан ранами, потерял много крови. Когда сподвижники попросили пророка, саляллаху али-салям, о проклятии в адресе язычников, он сказал, «О мой Аллах, приведи мой народ на правильный путь. Они не ведают правды». С такой же мольбой он обратился к Аллаху для племени Давз. Он просил, чтобы Аллах поставил племен Давз на истинный путь. Когда пророк, саляллаху али-салям, призвал ислам народа Таифа, Таифцы не только не приняли его наставление, но и, издеваясь, заставляли своих детей и слуг умалишенных забрасывать его камнями. Ноги пророка, саляллаху али-салям, были окровавлены. Спасаясь от них, уставший пророк, саляллаху али-салям, присел у одного дерева. Всевышний Аллах отправил к нему ангелов, покровителя гор, который был готов обрушить все горы на нору Таифа. Но пророк, саляллаху али-салям, сказал ангелу, «Я надеюсь, что из их потомства выйдут праведные люди». «Поистине прав был Аллах, который назвал тебя Ар-Рауфу Ар-Рахим, самым милосердным и добрым». Субтитры создавал DimaTorzok